Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Я и Сюрканс у нас в студии Добрый день Давно у нас не были, много событий в Латвии, в мире проходят, ну, наверное если мы говорим о совсем такой вот вроде бы далекой страны, но очень интересные события, знаковые там разворачиваются вокруг Венесуэлы Я так понимаю, вот такая ходит неофициальная информация, что окружение, включая господина Болтона уговаривает Трампа чуть ли не войска отправить в Венесуэлу, видимо их интересует не столько Венесуэла, сколько вот сфера влияния вот за эту страну, поскольку там Россия очень плотно присутствует, вот какие могут быть там перспективы и прогнозы, чем это все закончится? Я думаю, что там не только Россия, там Китай там и Куба со своими войсками Кстати говоря, да. Я не верю, что американцы пойдут в Венесуэлу с войском, не думаю потому что Трамп заявил, что мы не будем мучить других демократии но то, что у них есть какой-то там интерес, а это какой? Нефть, наверное, да? Мы догадываемся Ну, догадываемся Нефть, хотя говорят, эта нефть очень дорогая и тяжелая и так далее Но я думаю, что в принципе американцев всегда интересовала Южная Америка помнишь в 73-м году Ну, ты не помнишь, я помню Только из истории Сальваторе Альенде Да, он демократически избранного президента взяли ЦРУ и просто убрали, убили, да? Ну, руками колумбийской мафии Но все равно Он не допустим социализации Южной Америки Ну, вот то, что они сейчас пытаются не допустить в Венесуэлу Как оно все там обойдется, я не знаю Думаю, что Наверное, какими-то демократическими путями ситуация нормализуется Ну, уже, видимо, без Мадуа Такое ощущение Ну, да Да, он Похоже Порядком всем надоел И понятно, что он И ситуацию социальную он запустил В стране экономической Он не тянет Ну, конечно, он не тянет Со всей нефти, со всеми богатствами Он не тянет И придется ему уйти Но Сейчас, наверное, будут искать ему какой-то золотой парашют И так далее Да Поближе к Латвии Если смотреть Конечно, Украина Я думаю, что к ней было приковано Внимание Вообще всего мира Избрание президентом Украины Как обычно Вот так же, как с Трампом Вот первое время говорили Ну, все-таки, да Это смена Может быть, как-то будет По-другому Может быть, как-то Переговоры с Россией Возобновятся Но первые заявления По-моему, не говорят о том Что Зеленский Как-то коренным образом Отличается от господина Порошенко По риторике, пока не мере Ну, я думаю Украина Это большая шахматная доска И два главных игрока Это Американцы и Россия Для России Украина Это Сфера Национальных интересов Американцам Главное было Оторвать Украину от России Подальше Чтобы не допустить Гегемонии России В евроазийском регионе Но Украина В какой-то степени Это удалось Украина Никогда не было Так далеко от России Как она сегодня Чтобы это все Наладить Чтобы Чтобы Прекратить Военные действия Чтобы Украина могла Начать какие-то Экономические Политические Развития Думаю Еще очень много Очень много Времени пройдет Потому что Россия заинтересована В том процессе Который сейчас идет Россия Не будет отпускать Украину Так как Западу хочется По-моему Сами украинцы Я не знаю Я давно не был На Украине Я не знаю Каковы настроения Сколько сейчас Украинцев Или русские На Украине Будут брать паспорта Будут Переходить В российское гражданство Я не знаю Мы не знаем Сколько там Тысячи Миллионов В Донбассе Я думаю Что это будет пользоваться Способом Российский Ну вот мы думаем А посмотрим Каково оно там будет Да Ну сейчас конечно Опять Путин злодей Потому что Инициировал Вот такую Такую акцию Хотя Очень давно И поляки Это делают И венгры Это делают И в Латвии тоже Любой русский Который хочет Стать Гражданином России Он Прошел Некоторую Процедуру И получил И получил Хотя мне один знакомый Рассказывал Что отказаться От гражданства Российского Очень тяжело Получить Легче Очень тяжело А отказаться Это очень большая Волокита Абик Ну Может быть Я Хотел Тебя поздравить С юбилеем 1 мая 2004 года Латвия вступила В Евросоюз Да Вот к этому Я и говорю Сегодня 15 лет 15 лет Да Сегодня мы можем Оглянуться Назад Что мы достигли И вообще В какой Европе Мы живем Вот я об этом и говорю Ну может быть Для начала Все-таки Вы же можете себя Вспомнить В 2004 году У вас были Какие-то Большие надежды Или вы все-таки Уже Имея такой большой Багаж Политического опыта С 90-х годов И к вступлению Латвия в Европейский Союз Относились так Вот Ну Настороженно Я одно время Верил Верил И надеялся Что может быть Возможно Создать Соединенные Штаты Европы Потому что Все-таки Больше на федерацию Да Ну да Абсолютно Вот Соединенные Штаты Европы Для маленьких стран Латвия Литва Эстония Такое государство Была бы гарантией Мне казалось Тогда Демократического развития И благополучия И так далее Но нам же тогда Утверждали 15 лет тому назад Что Евросоюз Это не сама цель Это средства Чтобы улучшить Благосостояние Населения Именно так Мы говорили Все это было Но вот Сейчас Оглянувшись назад Мы понимаем Что Вся эта идея Она Она Рушится Я Не знаю Насколько Еще хватит Евросоюза Но Ситуация Очень Рыхлая То есть В принципе Такой радости От этого 15-летнего Юбилей Вы не испытываете Ну не Поначалу мы Слишком много Мы Латвии Отвезли Слишком много Независимости В Брюссель От нас Даже Столько много Не просили Как мы отвезли Почему мы Столько много Отдали Из-за незнания Из-за того Что как бы Лишь бы быстрее И может быть Больше отдадим И больше потом Нам отдадут Но Это от непонимания Ситуации И в общем-то Трудно было понимать Потому что Европа Евросоюз Все время меняется Ну и Четыре года Были тучные Годы Казалось Был оптимизм Да Был оптимизм Что все будет Потому что Ну шли какие-то Деньги Евросоюза Мы видели Изменения В маленьких Городах Дороги Худо-бедно Начали улучшаться И все остальное Но После Восьмого года Вообще В истории 2008 год Он войдет Как большой год Перемен Перелома Потому что Как ты знаешь В апреле Восьмом году В Бухаресте Было принято решение Открыть дверь Для В НАТО Для Украины И Грузии Потом Саакашвили В августе Начал военные действия Против Миротворческих сил На Южной Осетии На границе И все завертелось И все завертелось А потом В сентябре Коллапс Лэмон Бразерс Финансовая система Развалилась Ну и И тогда Стало всем ясно Какие интересы У национальных Государств Когда было много денег Когда были Тучные годы Тогда Оно было Совершенно Все по-другому А потом Оказалось Что В Греции Безработица Чуть не 30% Вообще В странах Среднего моря Безработица Большая Не сравнить С Германией Ну это Отдельная тема Наверное Анализ Евросоюза И всего остального Но если Ко Латвии Европейцы Сказали Все-таки Больше Плюс Или минус Я думаю Что Для Латвии Минус В том Что Рушится Евросоюз Как такова Что мы будем Дальше делать Есть ли у нас Стратегическое Видение То есть На Великобритании Все не закончится Да Все проблемы Я думаю Что нет Потому что Смотри Как ведет себя Скажем Польша Та же Польша В моем понимании Американцы Поставили На На Польшу Потому что Американцам Трампу Структура Не нравится Ему не нравится Ни Евросоюз Ни Никакие другие Международные Договора Он отсюда Уходит И НАТО Тоже Такие коллективные Организации Ему не нравятся Не нравятся Ему один на один Поэтому Он Уже Изначально Начал намекать На то Что Вот мы С тобой Макрон Будем С Меркель Не получилось С Великобританией Получилось С Польшей Получилось Потому что Польша Между двумя Двумя Гигантами Россия И Германия Боится И одного И другого Но и Американцы Правильно Поняли Начали строить Там военную Базу Независимо От там НАТО Не НАТО Будет в Польше Военно-американская База И американцы Понимают Что И в Румынии Еще И американцы Понимают Что в случае Надобности У нас уже Там инфраструктура Есть Есть самолеты Есть дороги И так они Все финансируют Потому что Очень громоздкая Машина Для Системы Принятия решений В НАТО Очень сложная И вы в принципе Абсолютно право Предположим Допустим Что если бы Через НАТО Пытались Строить военную базу Не американскую А натовскую Все равно бы 90% финансирования Давали бы Американцы Ну конечно А зачем тогда Им все коллективное управление Правильно? Ну зачем Конечно Да Ну тем более Что они будут Ну допустим Сейчас Россия Пошла на Польшу Да Ну что они будут Пять дней заседать И решать что делать А выходные Вообще не будут заседать Или же Ну скажем Вот Пошли на нас Мы очень боимся Этого И все время Говорим Что вот-вот Могут на нас Напасть Оккупировать Ну скажем Началась оккупация Танки Перешли границу И вот уже На Домской площади Ну они там еще заседают Будем Не будем А может Просто ноту протеста Надо протест Надо с Лавровым Поговорить Или с Путиным Съездить в Кремль Ну я утрирую Конечно Но в принципе Оно По большому счету Оно вот так Потому что Американцы Они Как бы там ни было Чего бы ни говорили Чувствуют Себя Хозяевами На Международной Арене Да Китай мешает Да Россия вроде как Мешает Но в то же самое время И подстегивает Чем это все Кончится Вот мы начали Об Украине Говорить Мы же понимаем Что Украина Это просто Для Такой раздражитель Для России Проверка Терпения России И Европа То же самое Ну Это очень Обширная тема Но Завершаем Может быть Да Европейский Союз Все таки Вот С одной стороны Мы получили Это конечно Это бесспорное Преимущество Свободное движение Рабочей силы И капитала С одной стороны С другой стороны Мы знаем Что за эти 15 лет Там уехали Сотни тысяч Латвийцев То есть мы Потеряли население Вот как это оценивать Ну это Очевидный факт Открыли Ворота И Люди поехали Искать Где лучше Научились ли Те люди Которые уехали Как жить В Европе Европейской Демократии И научились Ли быть Социально Ответственными Вот посмотри Первый мая Какие были Демонстрации И не только В Париже И не только В Германии И в Турции Понятно Что главный Лозунг Это Больше Социальная Европа А у нас По этому поводу Никто Я Диву даюсь Где наши Профсоюзы Неужели у нас Больше рабочих Наверное Рабочих нет Нет Профсоюзы Это же Для рабочих Видимо у нас Все вопросы Решены Социальные В отличие От Франции Нет Это На этом Так Вроде Сегодня На самом деле Проблема Это серьезная Сегодня Передача Была Здесь У вас Министр Здравоохранения Да Ну и Наталья Михайловна Начала С вопроса С письма Одного Больного Человека Я Закончил Читать Письмо Человек Попал В тупик И она Сидит Молчит И потом Вздохнула Говорит Да Ну а что я могу Ну в принципе Так Что я могу Ну денег нет Денег мало И 30 лет Почти 30 лет Еще никто не может И не можем Ну а где Приоритет Вот Где приоритет Почему Сегодня мы Тратим на Здравоохранение На эти вопросы Где-то там 3 процента Из нашего бюджета Германия И Франция Там за 10 Процентов Финляндия Два раза Больше Тут же Даже Эстония Уже Больше И Эстония Больше И Литва Ну и здесь Продолжительность Жизни Ты знаешь что В Латвии мужчина Живет 9 лет Меньше Нежели Женщина И в среднем Получается 74 года Вроде как Ну 74 По сравнению По сравнению С той же Германией Другими странами Но если взять Сколько живет Средний мужчина Я не знаю Кто-нибудь Определил Не определил Такие цифры Нас не радуют Но если мы Говорим С средним 74 года А 9 лет Меньше Живет Мужчина То наверное Не сложно Определить Сколько живет Как долго живет Средний мужчина В Латвии К счастью Для социального бюджета Видимо Прости Из-за цинизм Ну да Потому что Пенсионный возраст Все время удлиняется Если человек Живет мало То пенсию Уже платить Не надо Значит лозунг Пенсионер Живи быстрее Ну примерно так Я из Юрказа студии Небольшая пауза Новости рекламы Не переключайтесь Микс Ньюз Да я из Юрказа студии И вот мы в перерыве Активно дискутировали Вот выборы в Европарламент У нас приближаются Остается 3 недели Ну не знаю За редким исключением Какая-то реклама Конечно есть Но такое ощущение Что то ли партии От всех этих выборов Сами устали Денег у них нет Но вот нет такого ощущения Что у нас Условно говоря Завтра выборы Почему Ну наверное Это так далеко И наверное народ Не верит Что вот эти депутаты Вот я проголосую Они что то для меня сделают Люди все таки грамотные Понимают что Эти 8 депутатов Которые в общем Расползутся на разные фракции Ничего не сделают Они ничего не сделают Они в общем хоре Что то может быть Могут Но я не вижу Среди этих кандидатов Такой личности Которая могла бы играть Очень серьезную роль В Европарламенте Поэтому народ Наверное скептический Вообще мне кажется Что люди устали от политики По большому счету И выборы Два подряд уже было Тем более Те люди Которые сейчас Себя рекламируют Они же не показывают Какое то там Стратегическое направление Развития Европы Или чего Ну каждый вроде как На себя Да вот Мы будем Для Ну и каждый смотрит Назад на свой избиратель Но все Очень это местечково Это не то что Мы заинтересованы В очень серьезной Структуре Евросоюза И мы будем делать Все чтобы укреплять И чтобы укрепить Надо решать Очень важные вопросы Никто Я не слышал Чтобы кто-нибудь Говорил Что будем делать 17 17 миллионов мигрантов Живут в Евросоюзе Это же Целая Голландия Да Никаких предложений нет Нет никаких предложений Вроде как Этот вопрос Я даже полагаю Что очень многие Не знают Что есть такая проблема Да Каждый говорит Вот мы для пенсионеров Там что-то будем стараться Кто-то говорит Мы будем выравнивать Цены На лекарства Вот сегодня Один рассказывал Будем выравнивать Цены на лекарства С Европейским Союзом? Да-да-да Ну как же Ты выравниваешь Цены с Германией Скажем Там вот аспирин Будет стоить Столько же Сколько Или в Латвии Будет столько Сколько и там Вот это мы за это Будем бороться Ну как же Будешь бороться Если цены устанавливают Аптеки И все остальное И свое законодательство Там есть Надо же все менять Здесь Ну кто Короче Люди не понимают Чтобы это поменять Надо поменять Законодательство Самого Евросоюза Поэтому понимания Мало Но Я думаю Что кое-кто Кое-кто слышит То что он хочет Слышать Кое-кто Доносит Какие-то истины Которые мне годятся А вот Закрытие Не могу не спросить Закрытие Дегровского моста Многие считают Что это тоже Политический жест Ну там КПВ ЛВ Там брат Министр внутренних дел Тоже баллотируется Первым номером Потому что Ну Вообще Я что-то такого Не припомню У вас большой Политический опыт Я Чтобы министр решил Ну я не знаю Что там Самоуправление думает А я закрою мост Ну Хорошо Ну закрой мост Но ты сначала Подумай Как ты будешь Направлять поток Транспорта Какие будут Я не сомневаюсь Что ремонт нужен По-моему Никто не сомневается Никто не сомневается Да Но как его начать И как Как облегчить Как Как избежать Вот этих Страшных пробок Которые На улицах Риги Да Но об этом Наверное не подумали Ну потом Отчухались Поставили Начали полицейских ставить Я смотрю Подъезжаю к перекресту Стоит мальчик Ну действительно Только-только Вот среднюю школу Закончил Он даже не знает Как эту палку держать В руках Вот он там мучается Кто-то на него Кричит Матюгается Кто-то там Он не знает А потом я смотрю Там где-то дальше Стоит машина Полицейская Там уже какой-то офицер Что-то он ему подсказывает Тем временем Тем временем Очередь все Растет и растет Ну такой вроде как Абсурд Ну неужели нельзя Придумать До закрытия Что вот Чтобы не было Этих пропок Чтобы облегчить нам Рижанам Нашу жизнь И все остальное Вот мы знаем Как направлять А может быть Это просто Чтобы навредить Думе Я не с того Никаке Или заговор Но создается Такое ощущение Что какая-то Компания идет Мы же видим Целый ряд действий Я предполагаю Что оно так и может Чем хуже Тем лучше Может быть Начнутся какие-то Забастовки Люди выйдут на улице Там уже кто-то Пикники На мосту Ну люди превращают Это все Какой-то фарс Но Но это о чем Говорит Там говорят Что мы живем В очень розненном Государстве Что нет такого Вот это наша Рига Да И Не будем Политизировать То что В общем-то Не политика Коммунальное хозяйство Хотя бы Нет Мы вот на это Идем Да Но это все Связано с тем Что вот эти процессы Начаты Рига Сатексма И все эти Коррупционные дела Все это неясно Кто что Кого-то арестовали Ну фонд создается Да Потом отпустили Да Ну как-то Как-то вот все Понимаешь Такое впечатление Ну кажется Ну вот все Взяли Все Сейчас будут сажать Да Обыск сделали дома Ну разве Ну в цивилизованном Цивилизованном Государстве Ну я понимаю Что у меня есть подозрение Что у тебя там Что-то есть дома Тихо Спокойно Я приехал с людьми Без крика Извинился Не прямой эфир Проверили Никто бы не узнал Да Мы изъяли что-нибудь Может быть Да Но ты бы не потерпел До того Как нашли И тебя уже Раз уже Арестовали Посадили Ну понятно Будешь сидеть Ну у нас же такого Все с шумом С такой Показухой Заявление Прямой эфир Где уважение Ну тот же Ушаков Нравится Не нравится Америкс То же самое Да Ну сделали Обыск дома Но если у кого-то делают Обыск дома И даже потом Его не арестуют Ну наверное Это что-то Неправильно Да Можно же это все Сделать цивилизованно Нет Но все Вроде как Выслуживаются Эти службы Перед политиками Ну как Мы взяли Сделали обыск Что-то еще Кого-то обыскали Прямо в аэропорту В аэропорту Кого-то обыскали Вот видите Мы же работаем Ну да Ну а нашли Ну не нашли Но Обыскали ведь Да Будут знать Пугнули Ну да Еще одна тема Которую Когда-то Вы касались Когда только Вся эта эпопея Вокруг выборов Президента Начиналась Ну вот По крайней мере Из того Из официальной информации Которую мы знаем Многие уже считают Что господин Левиц Ну без пяти минут Президент Осталось ему просто Собрать вещи Не знаю Одеть новый костюм И ждать Пока освободится Простить за цинизм Место Господина Вейниса Поскольку Коалиция заявила Что есть единый кандидат Но поражает Вообще другое Во-первых Тишина этого процесса Во-вторых Ну вообще Нет конкуренции Даже для приличия С кем он будет Дискутировать Ну просто Хотя бы Для приличия Если мы говорим Что у нас демократия Ну хоть одна дискуссия Должна с кем-то состояться Или он сам собой Будет дискутировать У меня Две теории Одна Что Наши союзники Дядя Сэм Сказал Вот он будет Он должен быть Наш Все-таки Он все-таки наш И вы, ребята Не рыпайтесь Да Вот будете голосовать И все И сейчас Открытые Голосование Попробуй Не проголосуй Это одна Вроде такая версия Другая версия Я ей верю Процентов На 70 Что его Не изберут Почему Его не изберут Это Длинный Большой вопрос Но вот Не верится мне Что его Изберут Слишком так Все легко Не то что легко Но как-то Он не свой Ну вот вроде как Свой Но не свой Вроде как чужой К тому же Пятый параграф Может очень многим Помешать Ну Может быть Не все У него пятый Пятый параграф Ну Что все равно Он стал консерватор Ну да Тоже фактически Мысли Так как Тебе Вису Латвии Давай не будем Развивать Этот параграф Ну я имею ввиду Ну все правильно Вроде правильный Ну вроде Да И текст говорит Правильный Но вот Как-то я читаю Интервью Лембергса И думаю Неужели Лембергс Растерял все Влияние на парламент Неужели У него нет Своих людей Которые могли бы За пределами Зеленых крестьян Ну да Всегда же было Неужели все Растеряно Или есть Но мало Не знаю Это очень Это будет Очень интересно Но где-то Мне хочется Вот хочется Мне хочется Как-то вот Такой Инстинкт Может быть Он уже устал И неправильно И что его Не изберу А нет Такого ощущения Что вот с каждым Парламентским созывом Не знаю И семь Как-то все слабее И слабее Вот этот вот Политический процесс Как-то становится Такой Больше похож на Такой Я извиняюсь В какой-то степени Театр абсурда То есть У нас кричат Помните Бескомпромиссная законность Да Вот Новый министр юстиции Провозгласил И тут же Вся эта возня Вот Выдавать Не выдавать Вот господина Йоша Сейчас вот Нужно выдавать Господина Закатистова Сказая Слушайте А как же Он ценный кадр такой Тут выборы президента Как мы его выдадим Там вся КПВ Распадется Не-не Давайте будем затягивать Ну и начали Говорит Пятнадцатого Потом Куда торопиться Никто же не торопит Вроде прокуратура Не торопит Что же это такое Знаешь Такое впечатление Что кто-то Все время Заинтересован Мешать Вот это Все Это Разные Нагревать Страсти Ну вот эти КГБ Мешки Да Там были списки Сейчас опять какие-то Не все опубликовали Не все опубликовали Начинают вытаскивать Уже поименно Те идут Оправдываются Где-то кто-то судится Где-то уже судился И все это возня Ну к чему это Неужели это кому-то Придают лучшего настроения Что ну вот Кто-то там прочитал Что какой-то мистер Икс Он работал в спутнике И там на кого-то стучал И ехал за границу И писал Ну понимаешь Как-то вот кажется Ну кому это все нужно Я думаю Как надо не любить Государство Вот чтобы в этом участвовать Ну хорошо Если я журналист Я буду копаться В этих мешках У меня будет хлеб Ну а где же твоя совесть Где же гражданская Какая-то позиция Почему нет такого понимания Нет я это не буду делать Потому что Это в принципе Вредит обществу Кому нужна вот эта Полуправда какая-то Которая здесь брошена Для растерзания Для вот этого хаоса Который сейчас здесь творится Да Ну кому это все нужно Ну кто-то писал Что это в 70-е годы Что это меняет сейчас Ну правильно И сколько Столько Даже если верить Что эти люди Что-то писали Они же Они же были В то время Уважаемые люди И цены И кадры И все остальное Не могли не писать Я так понимаю Ну конечно Не могли не писать Сегодня Я в машине слушаю Передача Про священников И КГБ Ну что эти бедные священники Он отсидел 10 лет В лагере Вышел Ну его взяли Припугнули Если не будешь Сотрудничать Еще будешь сидеть Ну буду Ну что Вот он едет в Берлин Какие-то конференции Кого-то Ну он написал Кто выступал Он там Ну что-то он делает Чтобы его не посадили Ну да Но он же не вредит Никому Но он вроде как С ними сотрудничает Потому что Он не хочет сидеть В тюрьме Он отсидел Правильно говоришь Отсидел Больше не хочет Ну и же это непонятно Ну это же опять такая Тень на католическую церковь Да не важно Католическая Или там православная Ну так чтобы бросить тень Что все они Бросить тень Что Ну зачем Зачем это Зачем это Скажем Мне какая-то тень На эту церковь Я понимаю Что Бог не живет В церкви Я понимаю Я все это понимаю Но кому-то Это наверное Выгодно Но это же Очень плачевно Это же Все вроде как У меня даже Понимаешь Слов нет Для возмущения Да Главное что Такое ощущение Как будто Мы тут не жили Ничего не понимаем Но естественно Если человека Ученого Выпускали за границу Ведь было понятно Что у него не было варианта Если ты хочешь выехать Ты должен потом Написать с кем ты встречался Ну это Что тут непонятного Я уже надоел всем Я рассказывал У меня был эпизод Когда я в университете Принимаю экзамены И мне декан говорит Что вот этих Надо валить Запомни номера Я судорожно Стараюсь запомнить Даже не по фамилии А номера А номера Номера Пришел в аудиторию Смотрю Все евреи Надо их валить Приходит еврейский Мальчик или девочка С пеленок Учит языки Все хорошо знает Ну как Я ему поставлю Оценку плохую Ну потом Потом После всего этого Там был еще Эпизод Одна дама была С КГБ Ничего не знала Я ей поставил Двойку Приходить через год Ничего не знал Ну и короче Предложили сотрудничать Да Но я говорю У меня не такая Нервная система Я знал Что я в жизни Могу заработать Еще по другому Я вроде как Хвастаюсь Но я сам прошел Это Я знаю Что как тяжело Это Как тяжело Если у тебя еще За спиной Семья И дети Как тяжело Им отказать И ты Ну вы все-таки Отказали Я отказался Но у меня другие Какие-то Еще козыри были И почему я мог Им отказать Да Это Другая передача Другой рассказ Но это Но я помню Вы даже по-моему Ушли из вуза Да Если не ошибаюсь Да Я ушел Да Я ушел Меня выгнали Из университета Я пошел Малярничать Я знал Что я заработаю На хлеб Я умел Это делать Просто красили стены Я ремонт делал Преподавать Ну как вот Матрос будет Сейчас у нас Министром Иностранных дел Ну были такие эпизоды Я к чему Я к тому Что Тогда чтобы бороться Против этой системы Нужно было Мужество Да Ну Да Ну особенно Те кто отсидел Им вообще Некуда было деваться Ну да Ну а все-таки Цель достигнута Вот этой публикации Достигнута Хаос большой Вот Что касается И люди постоянно В чем-то виноваты Да И как люди шепчутся Ты читал Оказывается он тоже Не скажу Да А этот священник Я же к нему на исповедь ходила А он оказывается стуканч А может быть он кому-то рассказывал Мои грехи И это же Человек думает Ну я больше не пойду на исповедь А если и этот оказывается Где-то в какой-то структуре Это сеет в людях Очень И так уже плохо С медициной плохо С пенсией плохо Очень многим очень плохо Да Образование никуда Учителя Все это мы знаем И тут еще вот это Да Кому это нужно Зачем Не любить свой народ Чтобы вот Вешать ему На шею Рассказы О очищении Какой-то там И так далее Ну какое очищение А где А где прощение Где вот этот Деус Святой Латвии Ну где Деус Где это все учения Если ты искренне веришь Этому всему Да Ну будь более Дем поем Делай хоть что-то Да Не люби ближнего Как сам себя Да И не делай другому то Что ты не хочешь Чтоб делали и тебя Конечно Те которые все это инициируют Они же уверены Что их там нет Это же я помню Я помню Я видел физически Эти мешки Я помню Как их потрошили Все это было А это рассказ о том Что их никто не трогал Да Ну это рассказ Тети Мани В Лудзе Понятно То есть Кого Нужно было убрать оттуда Конечно Но убрали И потом Неужели ты веришь Что всех Сейчас опубликовали Наверное Кое-что придержали Для И потом порциями Будут выдавать Что был Какой-то элемент Вот Ожидание Как сериал Но самое интересное Что даже спецслужбы Были против публикации Понимаешь Конечно Были Но Кто-то Кому-то интересно Чтобы В общем Нагнетать Эту ситуацию Может быть Такой последний вопрос Сто дней Исполнилось Правительство Калинчу И Есть хоть Какие-то Не знаю Ожидания Позитивные Я не чувствую Правительство Вот Я знаю Трех министров Может быть Вот Нет Ну Четырех Может быть Знаю Ну Пять Но Не знаю Все Правительство Потому что Ну Да Паврикс Я знаю Ринкевич Я знаю Потом Вот Винтилы Еще знаю Больше Я Наверное Никого Даже закрытие моста По-моему Не повысило Да Популярность Узнаваемость Аугулис Да Аугулис Нет Ну Я Шучу Я не знаю Почему Потому что Я Понимаю Что надо Жить мимо Этого Всего Хаоса Если ты Хочешь Хоть Немножко Себя Уважать Научись Жить Мимо Да Поскольку Это возможно Или Насколько Это возможно А как А как же Вот этот Капитальный Ремонт Финансов Сектор Который У нас Повозглашен Это ремонт Это же Уничтожение В принципе Взорвали Все это Ну И кому Опять Если мы Уехали Нерезиденты С деньгами И Чем Мы их Заменим Посмотри Вот Ремшевич С какой Помпой Арестовали И там Домы Где он Я извиняюсь В кабинете Министров Советы Дают Да Работают Банки Ну Кому Это Надо Было Вот Так Как Мы Людьми Разбрасываемся И Как Мы Не Уважаем Сами Себя А теперь В кабинете Министров На время Заседания Дает Консультации Ну Скажи Как Быть Да Я Даже Теряюсь Я Не Сем Консультант В Студии И Большое Спасибо